Самолет Як-42 создавался в середине 70-х. Тогда главными требованиями к нему были низкий расход топлива, низкий уровень шума и повышенная безопасность полета. Надежнее самолета, чем Як-42 в российской авиации нет. Чуть ли не в один голос, говорят специалисты. Среди них и Иван Дурнев. На Яках он летает уже 35 лет. За время эксплуатации самолета с 1981 года только произошла одна катастрофа по технической части. Это был 83-й год, но после этого доработали самолет и больше катастроф по технической части, по вине, можно сказать, самолета не было. Только присутствовал человеческий фактор. В авиации нет понятия «старый самолет» и есть понятие «летная годность». Срок эксплуатации Як-42 – 30 тысяч летных часов. Потом ресурс работы самолетом продлевают, проводят необходимый ремонт и снова в небо. Еще на 10 тысяч летных часов. И так до тех пор, пока самолет может летать. Сейчас, по данным Ространснадзора, в России эксплуатируют 57 воздушных судов Як-42. Из них 14 принадлежат авиакомпании «Кубань». Но летает только 9. Этого, по словам перевозчика, хватает, чтобы водить пассажиров. На стоянке в аэропорту Краснодара они долго не задерживаются. Кубанские Яки – лидеры в России по количеству перелетов в год. Каждому из них умелые руки техников продлевали жизнь уже не раз. Периодическое техническое обслуживание, оперативное техническое обслуживание. Есть и чек, это когда самолет проходит форму уже полную, там от каждого болтика и винтика, и заканчивая там закрылками и прочими вещами. Средним Якам авиакомпании «Кубань» 20 лет. Только самым старшим представители авиаперевозчика и уточняют. Теперь наши самолеты, как и все другие по стране, ждет проверка Ространснадзора. Ространснадзора.